Здравствуйте, в эфире снова я Диана Тарасюк и это программа Домашняя Косметика. И сегодня у нас уже с вами третий день нашей недели наших домашних натуральных кремов. И сегодня в четверг 5 января я поделюсь с вами еще одним рецептом одного нашего домашнего крема. Я напоминаю, что во вторник и вчера в среду мы с вами готовили крема. Вчера я вам рассказала рецепт домашнего универсального антивозаосного крема. Ссылочку я оставлю в описании, поищите, кто не видел этого выпуска. А во вторник я вам рассказывала рецепт, точнее такой рецепт крема, который можно приготовить и без водяной бани. Но он также действен и очень даже. Это крем-маска от Марлен Дитрих. Также посмотрите, это первый выпуск нашей недели кремов. Ссылочку на эти два выпуска я оставлю в описании. Ну что же, а у нас сегодня новый крем, а точнее рецепт нового крема. И сейчас я вам расскажу, какие же ингредиенты нам понадобятся. А приготовим мы с вами сегодня зимний крем от сухости рук. Итак, вот наша водяная баня и наши ингредиенты. Нам пригодится желтый чистый очищенный пчелиный воск. Я уже натерла его на терочке мелком. Дальше, нам пригодится отвар трав. Я выбрала ромашку. Ромашка очень хорошо и великолепно успокаивает, а также регенерирует кожу. То есть, самые безнадежно потрескавшие и сухие руки можно будет регенерировать благодаря этому растению, нашей ромашки. Нам пригодится оливковое масло, масло облепихи, эфирное масло по нашему усмотрению, которое мы будем добавлять в конце. Я выбрала лавандовое. Дальше, нам пригодится сливочное масло, почему я расскажу более в конце нашей программы. Это такой загадочный, секретный ингредиент. Пищевой желатин и лимонная кислота по желанию. Итак, для приготовления нашего крема, сначала мы берем наш настой ромашки. Мы его должны хорошенько подержать, чтобы он хорошо натянулся. И его нам понадобится 6 чайных ложечек. После того, как мы дали наш настой ромашки, мы берем пищевой желатин. Желатин нам не нужно нигде замачивать. То есть, это как бы упростит наш процесс приготовления нашего крема. Нам понадобится 1 чайная ложечка. 1 чайная ложечка без горки. Добавляем желатин. И по желанию можно добавить лимонную кислоту. Сейчас расскажу почему. Я буду добавлять лимонную кислоту, потому что я хочу, чтобы все-таки наш крем простоял дольше. Такой крем может храниться в холодильнике от 7 до 14 дней. Но 14 дней зависит от того, добавим мы лимонную кислоту или же нет. Без лимонной кислоты 7 дней, то есть неделя. С лимонной кислотой уже 2 недели. То есть, я буду давать лимонную кислоту. И после этого ставим наш настой ромашечки вместе с желатином и лимонной кислотой на водяную кислоту. Так. Это все у нас будет нагреваться. Что нам дальше нужно? Ну, мы берем второй стаканчик или же чашечку. И сюда мы добавляем наш пчелиный воск. Его нам понадобится пол чайной ложечки. То есть, совсем немножко. Итак, ставим наш пчелиный воск. И еще мы с вами добавляем сюда масло облепихи. Также великолепно помогает при сухой коже рук и также замечательно регенерирует нашу кожу. То есть, самую безнадежную кожу, вот наши крючки, мы можем восстановить благодаря этому маслу. Добавляем одну чайную ложечку. Чайные воском растворяются. Они еще не растворились, потому что вот там вот еще и комочки, поэтому нужно, чтобы растворилось все до конца. И здесь наш отвар ромашки. Наша ромашка. И наш... Сейчас мы это все соединим. Нам нужно, чтобы немножко остыло наше все. Конечно же, вы скажете, что чайный воск, нашу вот субстанцию масел, смесь масел и отвар ромашки будет сложно соединить. Так и это вообще не будет напоминать нам крем. Вот даже видите, уже отслойка пошла. И как раз таки выступает наш секретный и загадочный ингредиент. Нам пригодится сливочное масло. Нам понадобится вот такой вот хорошенький, можно даже вот кусочком. Благодаря тому, что у нас горячий наш растворчик, то сливочное масло быстро там растает. Уже начинает растапливаться. И сейчас мы его должны здесь помешать. Перемешать и у нас получится такая вот консистенция крема. Масло там быстро растапливается и у нас уже выходит вот такая вот масса. Когда наш крем застынет, причем нам сначала нужно его пока что не ставить в холодильник, а вот подержать, потому что масса должна хорошенько остыть, чтобы она не была слишком горячая. И потом поставить в холодильник. Боже, это неописуемый аромат. Масло облепихи и такой цвет нашего крема, видите, он достаточно такой желтенький. И сначала, когда мы будем наносить наш крем, мы увидим, что у нас просто желтизна вот такая вот. Но этот крем быстро впитывается и вот до секунды эта желтизна пройдет. Так, сейчас мы еще размешаем наш крем. Перекладем немножко позже, когда он уже более застынет, в стерилизованную баночку для крема. И будем его хранить и пользуемся на здоровье. А с вами была программа Домашняя косметика и Диана Тарасюк. Я пойду ждать, пока наш крем остынет. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok